Итак, перед тем, как занырнуть в подробности первого сезона, мы познакомимся с главными героями. Томми, или Томас Шелби, второй сын, который стоит во главе семьи и семейного бизнеса. Стоит знать, что Томми вернулся с Первой мировой войны, которая морально его опустошила и нанесла много-много душевных ран. Артур Шелби, старший брат и формальный главарь семейства, хотя по факту правая рука Томми. Джон Шелби, это третий младший брат Томми и Артура, и он тоже член семейного бизнеса. Далее у нас есть сестра братьев Эйда Шелби, ее парень-коммунист Фредди Торн. Я бедная коммунистическая лягушка. Я с тобой, потому что ты единственный, кто их не боится. И тетя Полли Грей. Полли пять лет вела бизнес, пока ее три племянника воевали во Франции. По другую сторону баррикад у нас главный инспектор Честер Кэмпбелл, и он большущая заноза для семьи Шелби. А эта красотка, и пусть пока будет просто красотка, Грейс Бриджес, и она сыграет не последнюю роль в сериале. И, наконец, гангстер Билли Кимбер, еще тот подлец. Семейство Шелби и их подручных называют «Острые козырьки», потому что в козырьки их кепок вшиты лезвия, которые они используют как оружие. Ну, то, что сериальные козырьки имеют реальный прототип, довольно известный факт. Но, во-первых, действие сериала происходит после Первой мировой войны, в то время как газетенки похоронили «Острых козырьков» еще в 1902 году. И, во-вторых, банда козырьков не была на самом деле целой преступной организацией, которая веротела крупнейшими деньгами и имела собственную букмекерскую контору. Максимум, на что были способны ее члены в реальности – это разбойные нападения, массовые драки и мелкие грабежи. А в качестве оружия они использовали все, что попадалось под руку – камни, ножи, дубинки, бутылки, ну, все, что угодно, кроме кепок с лезвиями. Никакого букмекерского бизнеса, никакого рэкета и тайного сотрудничества с правительством. Вот, например, этот мужик, Генри Лайтфуд, член козырьков, привлекался к ответственности за кражу, внимательно, восьми дверных ручек, кражу трех голубей, утки, умышленную порчу стога сена, пьянство, неподобающее поведение и так далее. Тут, наверное, отдельный спин-офф нужен. Так что подвиги истинных козырьков, ну, явно проигрывали семье Шауби в масштабах и организации, но не дерзостью. Вроде бы самое важное выяснили. Теперь перейдем к делу. Начинается все в 1919 году в городе Бирминге. Многие ветераны без работы и разочарованы жизнью. Остается только беспробудно пить. Периодически бастуют шахтеры и рабочие заводов. Скоро начнется война за независимость Ирландии и движение Ира, и с кожи вон лезет, чтобы добиться всяческих реформ. Но сейчас нас интересует семья Шауби. Томас Шауби, или Томми, просит юную китаянку заколдовать жеребца по кличке Малыш Монаган, чтобы тот победил на скачках. Дамочки, можете сделать ставку, только другим не болтайте. Артур не в восторге от того, что Томми занимается подобными махинациями с порошком, но тот объясняет. Времена тяжелые. Людей нужно убедить сделать ставку. Это была китайоза. Врачки говорят, что она ведьма. И это убедит их. Однако, есть еще одна проблема. Гангстер Билли Кимбер, который заправляет скачками, а он добро на махлювание не давал. Убили же целая армия. Я думаю. Из-за тебя в том числе. Позже, на семейном собрании, Артур рассказывает о легавом, который вербует ирландцев-протестантов. Так зачем он едет в Бирмингем? Из-за чертовых забастовок на оружейном заводе и на фабрике в Остине. Но на самом деле, не все так просто. Секретно. Особый отдел кража на оружейном заводе. Спустя какое-то время, Полли требует от Томми объяснений, почему это легавы шарят по оружейному заводу и допрашивают рабочих. И Томми рассказывает, что случилось. Это связано с тем документом о похищении оружия. Вот как все было. Томми попросил своих людей стащить четыре мотоцикла, чтобы потом продать их. Но те были пьяны в стельку и похитили ящик с оружием. Вы святая Дева Мария. Полли говорит Томми выбросить пулемет, иначе его повесят за похищение. И тот обещает сделать все как надо. А тем временем, по причине похищения оружия, инспектор Кэмпбелл прибывает в Бирминге. Его цель – отыскать пушки. Между тем, в паб-гарнизон входит Грейс Бёрджис, дабы устроиться на работу. И даже исполняет ирландскую песню, которая должна зайти посетителям. В Ирландии из-за моего пения все плакали и прекращали драться. Надеюсь, ты много песен знаешь. Между тем, Артур охватает полицейский и отвозит к инспектору, чтобы тот задал насущный вопрос. Что ты знаешь о краже? Естественно, Артур ничего не знает о краже оружия, за что по полной отгребает от инспектора его людей. Считайте нашу встречу официальным знакомством. Между тем, Томми приходит в паб и мимолетно знакомится с Грейс. Но Гарри советует держаться от него подальше. Пока семья Шелби залечит Артура после побоев, тот говорит, что инспектор в городе по приказу самого Черчилля расследует кражу оружия. Хочет, чтобы мы помогли ему. Мы не помогаем, легава. Хочет, чтобы мы были его глазами и ушами. А почему расследование похищения оружия должно проходить в тайне, объясняет сам Черчилль. Пропажа оружия должна оставаться в тайне. Иначе мы создадим ненужную рекламу для его продажи. Вместо того, чтобы помочь инспектору, Томми решает оставить оружие себе. У меня есть другой план. Чтобы его вернуть, им придется заплатить. Так устроен мир. В одной из следующих сцен Грейс, как оказывается, работает под прикрытием на Кэмбелла. Она говорит, что лидером острых козырьков, скорее всего, является не Артур, а Томми. Так что инспектор допрашивал не того Шелби. Между тем, два итальянца стали свидетелями, как Дэнни, бывший сослуживец и друг Томми, в приступе убил их брата-официанта. Дабы избежать с итальянцами войны и не отдать Дэнни в их руки, Томми вынужден сам на глазах у итальянцев убить Дэнни. Однако, спустя какое-то время, Дэнни просыпается, ибо Томми выстрелил в него с зарядом из овечьих мозгов. Куда вы меня везете? В Лондон. Ты выполнишь для Томми работенку в знак благодарности. Затем Полли спрашивает Томми, сделал ли он все как надо, имея в виду, избавился ли он от оружия. И тот говорит, что все нормально. Вроде бы и соврал, а вроде бы и нет. Ну, понятно, что Полли не глупая тетя. Спустя какое-то время, банда козырьков отправляется на ярмарку, и по пути вступает в драку с цыганской семьей Ли, из-за того, что те назвали их мать цыганской шлюхой. Пока семейство Шелби катается по ярмаркам, инспектор громит дома в целях найти пушки. Но на самом деле, Шелби нарочно смылись на ярмарку, дабы не мешать полиции совершать эти погромы. Скрываться от полиции пришлось и коммунисту Фредди, вместе с Эйдой. Но в его доме копы обнаруживают... Что тут у нас? Рецепт на препарат железа на имя Эйды Шелби. А значит, Эйда знает Фредди, и может быть с ним заодно. После обысков Кэмпбелл встречается с Полли и требует встречи с Томми, настоящим лидером Шелби. В чайной лиге. В пятницу в 10 утра. Однако Томми отказывается от этой встречи. Когда защищаешься, говорить не о чем. Мы нанесем ответный удар. Ответный удар заключается в том, что козырьки платят народу за то, чтобы те посреди улицы сжигали портрет короля. Кроме того, Томми нанимает журналиста, который должен растрезвонить об этом пожаре в своей статье. Но зачем их сжигать? Мы прошли через ад за нашего короля. А теперь на нас нападают в наших домах. Мы не думаем, что король хотел бы это видеть. И мы зажигаем костры, чтобы поднять тревогу. Телеграмма об этом событии доходит до Черчилля, который дает по шапке инспектору. В этой телеграмме назывались какие-либо имена? В ней упомянут Томас Шелби. Далее происходит ряд второстепенных событий. Полли узнает, что Эйда беременна от Фредди. Это проблема, потому что козырьки порежут Фредди на куски. Во-первых, потому что он коммунист, а это мешает бизнесу. И во-вторых, Фредди мужик. А мужики пользуются девушками, а потом бросают. Но на самом деле Фредди не такой. Между тем, семейка Ли прислала Томми пулю с его именем. Это объявление войны со всем кланом Ли. Позже Томми приглашает Грейса на скачки в Челбин. Хочешь подзаработать немного? Грейс сразу же соглашается, ибо нужно выполнять новое задание. Теперь Томас Шелби, твоя главная и окончательная задача. Что мне нужно делать? Подобраться к нему. Как можно ближе. Чуть позже Томми узнает, что Эйда беременна от Фредди, чему он не рад, ранее упомянутым мною причинам. Поэтому Полли говорит Эйде сделать аборт. А когда все кончится, сходим замолить грехи. Но сейчас есть проблема покрупнее. Томми снова мухлевал на скачках без согласия Билли Кимбера. Томми встречается с инспектором и заключает с ним сделку. Отныне вы и ваш спецотдел оставите мой бизнес в покое. Больше никаких облав, погромов в наших пабах и арестов моих курьеров. Также я хочу расширить деятельность на скачках. Я хочу работать с Билли Кимбером. А между тем, война с цыганами набирает обороты. Семейство Ли прокляли лошадь Томми и тот вынужден ее пристрелить. Нет хуже врага, чем мерзкие цыгане. Тем временем Фредди делает Эйде предложение. И та, конечно же, соглашается. Значит, никакого аборта не будет. Но и уезжать из города по повелению Томми Фредди тоже не собирается. Мы останемся здесь и поженимся здесь. Я не боюсь Томми Шелби. Наконец, в пабе гарнизона появляется пафосный Билли Кимберг. Которому Томми вежливо предлагает сотрудничать против общего врага семейства Ли. Ли грабят ваших букмейкеров, а ваши люди не могут с ними справиться. Вам нужна помощь. У нас есть связи. Мы знаем, как они действуют. У вас есть бойцы. Вместе мы их одолеем. Порознь? Вряд ли. Оказывается, ту драку с цыганами Томми задумал специально, дабы начать работать с Кимбером. А затем отжать его бизнес. Но об этом позже. Идем дальше. Двое мужчин, члены ИРА, встречаются с Томми и предлагают хорошие деньги за то украденное оружие. Как они узнали об оружии? Кое-кто из испытательного цеха проболтался, что его взяли у острые казаки. Ладно, парни. Если я узнаю, где что и как, я дам вам знать. Мужики уходят, а Грэйс решает проследить за одним из них, Райан. Но тот замечает слежку, хватает Грэйс, но та убивает его в своем пистолете. Слухи быстро расходятся по Бирмингему и до инспектора доходит информация, что член ИРА мертв. И что какая-то молодая женщина убегала с места происшествия. Инспектор, естественно, догадывается, что это, скорее всего, Грэйс. Ты превысила полномочия. Между тем, Полли сообщает Томми, что Эйда и Фредди поженились и не покинули город. Но дело-то в том, что Томми пообещал инспектору, что Фредди уедет и не будет подстрекать к мятежу. Фредди Торн первый в моем списке. Можете его вычеркнуть. Он не вернется в город. Выстави Фредди из города, Полли. Иначе я разберусь по-своему. Полли сразу же предлагает Фредди 200 фунтов и билет в Нью-Йорк для него и Айды. Но дело в том, что Фредди бунтовщик и его невозможно купить. Поэтому он снова устраивает забастовку с целью улучшить социальное положение рабочего класса. Уезжать он не собирается, что, естественно, злит Томми. Этого брака не будет. Далее Томми сообщает Билли Кимберу, что семья Ли будет на бегах. И походу планирует ограбить его букмекеров. Дружеское предупреждение только и всего. И раз уж ты приедешь на скачки, возьми ту смазливую барменшу. Уже пригласил. Затем Артур говорит Томми, что не может понять, в чем дело. Почему ему задают вопросы, на которые у него нет ответов. Что за чертово оружие, Томми? И Томми рассказывает брату об украденном оружии. Нам повезло. Чертовски повезло. А затем дарит Артуру паб-гарнизон. Мы сделали кучу денег за последнее время. Нам нужен законный бизнес, чтобы отмывать деньги от ставок. Дабы укрепить позиции в качестве союзников Кимбера, Артур и Козырьки избавляются от банделей. Ну, короче, метель от их. Ваша охрана никуда не годится, мистер Кимбер. Ваши люди с ними в доле. Предлагаю, чтобы отныне ваши ипподромы были под защитой острых козырьков. Что скажете, мистер Кимбер? Кимбер добавляет новые условия, и становится ясно, почему Томми попросил Грейс сопровождать его. Мне нужно закончить дела с его щитоводом, так что ты поедешь с Кимбером. С ним вдвоем? Да. Кимбер соглашается впустить козырьков в свой бизнес, если Грейс останется с ним на два часика. Грейс понимает, что в данной ситуации она одинокий волк, и никто ей не поможет. Кимбер пытается силой взять Грейс, которая готова уже застрелить обидчика, но вовремя врывается Томми и, желая спасти Грейс, заявляет. Я знаю, она красивая. Но она заразная. Да, сифилис. Джон Шелби, младший брат Томми и Артура, созывает в пабе экстренную семейную встречу со своей тетей Полли. Джон признается им, что влюбился в Лиззи Старк, печально известную городскую девку, и хочет их благословения, чтобы жениться на ней. Джон, Лиззи Старк девушка выносливая, и я уверена, что клиентов она обслуживает как надо. Она изменилась. Ясно? Люди меняются. В то время, как семейство не может прийти в себя от заявления Джона, один из детей рабочих Шелби врывается и в панике заявляет. Томми, нас ограбили. Что? Оказалось, их ограбило семейство Ли. Но после того, как Томми обнаружит в своей машине гранату-ловушку, из-за которой чуть не погиб его младший брат Финн, он понимает, что должен заключить с цыганами сделку ради перемирия. У меня есть предложение. Кимбер. Я думала, вы союзники. Я собираюсь предать его. Мне нужны твои парни. Для чего? Их мозг не Кимбер. Скачками заправляет один местный. Я собираю умных людей, но мне нужны и сильные. Мы родственники по матери. Предлагаю поговорить о семейных делах. О семейных делах означает то, что Томми предлагает женить Джона на одной из девушек семьи Ли. Но Джон не захочет менять Лиззи Старк на какую-то цыганку. Поэтому Томми решает доказать неверность Лиззи Джону. Томми, давай пойдем ко мне. И потом сообщает об этой неверности брату. Вчера на переднем сидении этой самой машины я предложил Лиззи деньги. И Джон. Она сказала да. После пары минут уговоров Джон соглашается жениться на цыганочке. Объявляю вас мужем и женой. Давай, Джон, поцелуй невесту. Между тем Эйда обнаружит, что Фредди бесплатно выполняет всю грязную работу для своего коммунистического босса Стэнли Чепмэна. Ты раздаешь деньги, пока мы здесь гнием. И ты еще говоришь о революции. Эйда рассказывает об этом Полли, а Полли рассказывает об этом Томми, но не называет источник. Томми, я хочу предложить план действий. А план действий таков. Томми выдает Чепмэна инспектору в обмен на безопасность Фредди и Эйды. Кэмпбелл соглашается, но угрожает Томми, что если он в ближайшее время не вернет оружие, он убьет его вместе со всем кланом Шелби, включая неродившегося ребенка Эйды. Я совершу такое, чего сам дьявол устыдится. Тем временем, Грейс ведет бухгалтерию паба, потому что Артур, владелец паба, на это не способен. И заодно выпытывает у него разную важную информацию об их делишках. Томми узнает о том, что Грейс умеет считать и делает ее личным бухгалтером. Грейс соглашается и они скрепляют контракт поцелуем. Между тем, инспектор с копами врывается в дом Чепмена и арестовывает его, а затем пытает его дать так, что просто убивают. Он просто упал с лестницы. Это не Белфас, черт возьми. Затем инспектор нарушает обещание данной Томми и врывается в дом сразу же после того, как Эйда родила ребенка. Не веди его! Фредди! В ярости Поли прибегает к Томми и плюет ему в ноги, думая, что это он спланировал арест Фредди. Получается, что потушив войну с цыганами, Шелби стали воевать друг с другом. Томми навещает Грейс и говорит, что в определенный день покончит с Билли Кимбером. Об этом никто не знает. Даже ваша семья? Они все ненавидят меня. Тем временем Артур встречает на боксерском ринге своего отца Артура Старшего. Отец? И приглашает домой на обед. Когда приходит Томми, то его реакция такая же, как у его тети Поли. Ты был нужен этой семье 10 лет назад. Когда ты ушел? Сейчас нет. Пошел вон отсюда. Отец уходит, а Артур очень недоволен поведением брата. После Артур вместе с Финном общается с отцом, который уговаривает их вместе открыть казино и отель в Атлантик Сити. На этом можно сколотить состояние. Давай сделаем это, черт возьми. Ты порадуешь мое сердце. Но оказывается, отец его обманывал. Артур дал отцу деньги на казино, а тот решил просто сбежать из Бирмингема. Ты сволочь. Между тем, некий Меллок и Бёрн наносят Томми визит, утверждая, что он двоюродный брат Райана. Это тот самый мужик, которого убила Грейс. И который приходил к Томми, дабы договориться о покупке оружия. Мой кузен пришел купить оружие. А я сказал, у меня его нет. Ваш Дэнни Оуэн болтает, когда пьян. Он сказал, что оно у козырьков. Затем Бёрн начинает угрожать Томми. Я признаю вас виновным и выношу приговор. Вы передадите оружие мне. Или я принесу смерть и адские муки вам и вашему дикому сброду. Я вам кое в чем признаюсь. Но только вам. Оружие у меня. И, возможно, пора от него избавиться. За хорошую цену. Томми рассказывает инспектору о визите Бёрна и говорит, что может передать эту крупную рыбу полиции, если инспектор поможет ему с этим. Вы его поймаете? С вашей помощью. Я должен решать ваши проблемы. А я заслужу для вас медаль. Затем Томми приходит в паб, где должна пройти сделка о покупке оружия с ирландцами. Он дает Грейс пистолет и говорит. Твоя задача им помешать. Приходят ирландцы, дают ему деньги и Томми передает им карту с местом, где спрятано оружие. А затем дает сигнал Грейс. Вот так Томми с Грейс уложили двух ирландцев. Врывается полиция и Томми кричит, почему они не пришли раньше, как планировалось. На следующий день Грейс говорит Кэмпбеллу, что собирается уйти в отставку. И в обмен на сохранение жизни Томми сообщает инспектору, где, по ее мнению, спрятано оружие. И она рассказывает инспектору о могиле, где якобы похоронен Дэнни. Но мы-то знаем, что Дэнни жив. Поэтому, скорее всего, в той могиле зарыто оружие. Значит, ночью мы ее раскопаем. На кладбище Кэмпбелл находит оружие и делает Грейс предложение. Но та отказывается, типа, тот достоин лучшего. И инспектор понимает, что всему виной чувство Грейс к Томми. Так дело в нем. Между тем, Полли говорит Артуру, что он должен рассказать Томми о тех 500 фунтах, которые тот дал своему отцу на казино. И который тебя украл. Тем временем, Томми приходит на кладбище и обнаружит, что оружие исчезло. Теперь Томми преследует полиция, чтобы арестовать его. Грейс прячет Томми у себя дома. Но об этом узнает инспектор и приходит к ее дому. Но увидев Грейс, Томми просто уходит. Позже Кэмпбелл просит передать Черчиллю телеграмму, что он выполнил задание и скоро покинет город. Только сперва улажу одно небольшое дело. Ну а Полли рассказывает Томми о том, как лопухнулся Артур. И тот решает просто по душам поговорить с братом. Наконец, Томми готов восстать против Кимбера. Между тем, Грейс посещает музей, дабы встретиться с инспектором. Но вместо него находит сержанта, который протягивает ей письмо от Кэмпбелла. В котором тот говорит, что знает о том, что Грейс отдалась их врагу. То есть Томми. Тем временем, инспектор развлекается в борделе. И Томми говорит ему. Любопытный инспектор. Я думал, вы приехали зачищать город. А не спать со шлюхами. Затем инспектор хвастается, что оружие он нашел. И Томми до сих пор даже не догадывается, как. Еще до конца дня. Ваше сердце будет разбито. Черчилль хвалит инспектора за проделанную работу. А тот говорит, что у него есть особый план на козырьков. Между тем, Томми проводит собрание козырьков, чтобы проинформировать о нападении на Кимбера. А Полли приводит навстречу Эйду и ее сына Карла. А правда касается того, что в Фреде освободят из тюрьмы сами козырьки. Между тем, Грейс пытается рассказать Томми правду о своем предательстве. Но ее прерывают. По Стратфордской дороге едут два грузовика. Мой знакомый Капрал узнал кое-кого. Это люди Кимбера. Они едут сюда. Короче, дело плохо, потому что кто-то проболтался. А людей у Томми мало, ибо цыгане по плану в другом месте и просто не успеют помочь. Черт! Кто еще знал о нападении на Кимбера? Ты держал это в тайне. Кому ты мог сказать? Только одно может ослепить такого умного, как ты. Любовь. Полли навещает Грейс и говорит, что знает, кто она. Я служу королю. Но я скажу вот что. Я тебя никогда не прощу. И не одобрю. Между тем, пока банда Кимбера направляется к козырькам, инспектор проследил за тем, чтобы улицы были свободны от полиции, и две банды просто могли перебить друг друга. А нам останется собрать их гости. Итак, две банды встречаются, но прежде чем начинается Боня, прибегает Эйда со своим сыном и становится между банд. Здесь мои братья и муж, но ведь и вас кто-то ждет дома. Я заранее надела траур. Все посмотрите на меня. Кто наденет траур по вам? Подумайте о них. Подумайте прямо сейчас. И Билли, кажется, уже отступает, но внезапно вынимает пистолет и стреляет в Томми. Но его закрывает собой Дэнни. А Томми стреляет в Кимбера. Мы разобрались с Кимбером один на один. Ступайте по домам. Сержант Мосс сообщает Кэмпбеллу, что нашли тело Кимбера, но поскольку по приказу инспектора полиции не было на посту, свидетелей убийства тоже не было. Убийство сойдет Шелби с рук. Собственно, как всегда. Томми навещает Грейс и говорит, что, скорее всего, знает, кто она. Грейс заверяет его в любви и просит, закончив дела, встретиться с ней через неделю в Лондоне. Затем в пабе Томми говорит своей семье об успешной операции. Предприятие братьев Шелби? Отныне третье по величине. Букмекерская контора в стране. Крупнее нас. Только Сабини и Соломон. Этими именами Томми дает намек на антагонистов второго сезона. Затем Томми пишет Грейс письмо, в котором говорит, что у него есть обязательства перед семьей и бизнесом. Я сообщу мое решение в течение трех дней. Заключительная сцена первого сезона показывает, как инспектор направляет на Грейс пистолет и... Короче, интрига. Продолжение следует... Продолжение следует...